Перспективы развития авиасообщения Якутии обсудили в ходе встречи руководитель Федерального агентства воздушного транспорта и директора аэропортов республики. О состоянии на сегодняшний день авиации региона в сюжете Виталия Абрамова. Несмотря на трудности авиационной инфраструктуры нашей республики, ФПК аэропорты Север за последние два года добилась весьма неплохих результатов работы, таких как реконструкция целого ряда воздушных гаваней, повышение средней заработной платы и приобретение техники. Но вместе с тем, также ряд проблем остаются нерешенными. К примеру, из-за урезания бюджета 9 аэропортов Якутии не попали в программу развития транспортной системы России. Также несовершенство законодательства, которое не учитывает географические особенности республики. Отсутствует возможность заключения срочных и прямых договоров, а также возможность точечной закупки. В связи с длительными сроками проведения закупочных процедур, по этой причине невозможно оперативно реагировать на возникающие изменения, потребностях аэропорта филиалов и логистических схем, на отказы поставщиков и подрядчиков от исполнения контракта. Также авиатор просят ускорить работу реконструкции грунтовых полос, из-за которых, к примеру, этим летом аэропорт Алёкминска не мог принимать суда более недели. А такие задержки для авиакомпании – многомиллионные убытки. Помимо этого, прошлой зимой и весной воздушные гавани северо-востока республики также не могли полноценно работать из-за некондиционного топлива. Дополнительные посадки в этом году из-за некондиционного топлива в ряде аэропортов республики составили стоимость их 48 миллионов рублей. Это очень значительные цифры. Мы считаем, что сама тема, она все равно осталась актуальной, потому что причины не устранены. На эти и иные проблемные вопросы руководитель федерального агентства сообщил, что увеличение объема финансирования пока не предвидится, а даже наоборот. Пять аэропортов, ранее входящих в состав Алроса, передать в состав ФКП. Передали на условиях, что Алроса будет обеспечивать сначала первые периоды вхождения финансирования, но в дальнейшем этого финансирования со стороны Алроса не будет. Алроса тоже хочет избавиться от непрофильных активов, сосредоточиться только на своей непосредственной специализации. А это, возможно, приведет к тому, что придется размазывать масло более тонким слоем. Но вместе с тем Нерадько предложил выделить наиболее критические аэропорты, согласовать все это с регионом, Росавиацией и выйти на правительство страны. В целом Росавиация поддерживает те предложения, полностью поддерживает предложения, которые поступают из Якутии. Прекрасно понимая, что здесь ситуация с авиатранспортным сообщением наиболее острая. Других видов транспорта нет. Руководитель агентства надеется, что после завершения программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года высвобожденные бюджетные средства направятся на Дальний Восток, следовательно, и к нам. Италий Абрамов, Георгий Григорьев, НБК Саха, Якутск.